В данном видео поработаем немножко с канализацией. Сегодня у меня главная комната. Мне сейчас надо будет делать кафель, но прежде чем делать кафель, нужно нормально сделать полипропиленовые трубы и канализацию. У нас вот здесь вот был унитаз, это выход для унитаза. Здесь выход для тюльпа или обмойгоды. И вот здесь вот выход для ванны. Вот смотрите, вот здесь сразу видно неудобно унитаз. То есть, как это садится? Вот здесь вот полипропиленцесушитель будет. Вот вообще, то есть, его надо будет сюда вот продлить маленько. Вот это вот так же неудобно, мой любимый будет выход сюда. То есть, нужно поставить не такой вот, а поставить тройник. Так, ну и там по ванне тоже поставлю тройничок такой, же. Потому что там, наверное, будет возможно еще туда стиральная машинка прогреться. То есть, один третий выход получается для стиральной машинки, допустим, один для ванны. вот здесь набор где-нибудь. Вот так вот, скорее всего. Вот так вот. Или что-то диплом. Вот так вот, металл, что-нибудь такое. И так, давайте покажу, как это все делается. Сперва мы это все снимаем. Разбирается на фонализационную трубу. Вот так вот. У нас это очень все, то есть, просто все снимается. Так, здесь нам вот тут снимать не надо. Снимаем. Так как у нас вот здесь была стенка, то я оставлю этот пушек, наверное. Вообще это, кстати, можно еще и просиликонить. Все, оставляю сюда. Потому что вот здесь стенка будет, вдруг все-таки что-то нужно было там вытащить. Поэтому я все-таки вот это оставляю. Здесь вот стена закроется. И если нужно, от нее можно вытащить. Так, это я уже подрезал. Труба 110-я. Все еще. И вот. Дальше. Так. Дальше у нас идет. Это остается у нас. Вставил. Так, здесь придется перекрутить. Это вот. Это я потом перекручу. Сейчас покажу, чтобы дальше. Так, этот остается. Здесь надо будет смотреть, чтобы был еще углом. Вот это вот тут регулируется, можно туда-сюда. Чтобы вот вода идет и был слизистый. То есть вот так вот по всей. Все равно идут в окроны. Ну, тут надо смотреть, насколько будут окроны. Так. Дальше идет у нас. Так. Вот здесь надо будет еще посмотреть, где Майдады будет. Ну, если вот Майдады, в принципе, здесь будет стоять. Майдады, наверное, где-то здесь и попадает. И дальше. Ванна, она где-то вот до сюда. Ну, в принципе, да, наверное, где-то здесь. Может быть здесь еще маленько подрежу, чуть-чуть сюда смещу. Так. Дальше. Все дальше, чтобы она пошла. Вот. Так вот. Где-то будет так у нас. Ну, потом вот здесь уже пойдет. Вот. Примерно что-то вот подобное будет. Единственное, что я здесь еще, конечно, закреплю. Это все нормально. Так. Ну, здесь надо будет посмотреть. Возможно, трубу тоже подрежем чуть-чуть. И здесь посмотрю, чтобы у ванны подъем там где-то сантиметров, ну, не больше, 15 точно должен быть. Там сифон идет. То есть, если такой подъем, то... Нет, здесь пониже, конечно, будет не так сильно. Так. Ну, и все. Это все закрепится. Ну, и здесь посмотреть с этим приемником, как бы нужно. Он еще нет. Может быть. Скорее всего, что будет прием, потому что мы стирали. Нас-то дальше подогревать еще будет. Там уже от шрама на слив. Так. Вот, получается. То есть, сначала вот делается канализация труба. Потом я делаю полипропилен уже по трубе идут. Полипропилен не опустится вот сюда. Вот сейчас насильно высоко. Когда я буду делать короб, это будет неудобно. Мне нужно, чтобы короб, ну, минимально. То есть, где-то вот, ну, трубу, где-то будут посюда. Полипропилен, как бы, самый простой способ канализации. Это вот собирается, разбавляется все, в принципе, просто. Так. Ну, вот по итогу и того, что получилось у нас. Завтра буду паять полипропилен, перепаивать. То есть, сделать пониже вот эти полипропиленовые трубы. И потом сразу делать короб. А здесь уже начал выдарбливать под полипропилен, чтобы он ушел в стену, чтобы смеситель выходил из стены. Ужик. Ужик.